Всем привет, я Макс и сегодня у нас топ 5 смартфонов за июль-август из китайских магазинов. В данном топе представлены смартфоны от 60 до 450 долларов, то есть от 4,5 тысяч рублей до 32 тысяч рублей. И вы сможете подобрать смартфон именно по своему бюджету, это точно. Первый смартфон, самый бюджетный в данном топе, это Doogee X95 за 60 долларов или 4,5 тысяч рублей. Данная компания Doogee давно на этом рынке, самых бюджетных устройств, и точно умеет их делать, кто как не они. Внешний вид смартфона вполне современный, так сказать в тренде. У него интересный экран с каплевидным вырезом, корпус обычный пластиковый на тыльной части. Для красоты разместилось целых 3 модуля камер. Экран здесь имеет размер 6,5 дюймов, разрешением 720 на 1560 точек. Матрица IPS. Яркость, конечно, невысокая. Сканера от печатков пальца здесь, конечно же, нету. Но зато имеется разъем для наушников, поддержка карт памяти и двух сим-карт. За производительность отвечает 4-х ядерный процессор Mediatek MT6737. И это, кстати, не самый слабый представитель. Оперативной памяти 2 гигабайта, а встроенных 16. Работает смартфон, кстати, очень важно на самом последнем Android 10. Это важно, так как такого рода супер-бюджетники точно не будут обновляться в будущем. Игры. Играть здесь, кстати, можно. Например, в Танке или Modern Combat. Ну и на таком экране будет удобно смотреть видео. Что касается камер, тут основная, как показывают тесты, все же на 13 мегапикселей. Что очень неплохо. Смартфон показывает действительно нормальные фотографии с хорошей четкостью. Видео также днем не тормозит, не глючит, работает нормально. Ночью, конечно, обратная ситуация. Но данный смартфон точно не подходит для ночной съемки. Также отмечу, что смартфон поддерживает 4G и бенды для России. 1, 3, 7, 20. Навигация здесь глонас и GPS вполне достаточно. По автономности установлен аккумулятор на 4350 мА. На сутки его хватит. Если играть и снимать фото, то до конца дня. В итоге, если вам нужен смартфон с крупным экраном и более-менее хорошей камерой за 4500 рублей, то данный вариант будет один из лучших выборов. Следующий смартфон, тоже, можно сказать, бюджетный. Это Xiaomi Redmi 9A за 100 долларов. Или около 7000 рублей. Про данную линейку устройств, думаю, известно многим. Это Redmi, один из самых бюджетных представителей, чья стоимость была всегда ниже 100 долларов. И в этот раз компания не вышла за рамки. Хотя очень приблизилась к рамкам. Правда, цена пока все же выше представителей прошлого поколения данной линейки. Внешний вид, как обычно, это пластиковый корпус без сканера от очистков пальцев. Есть разъем для наушников, поддержка отдельной карт памяти и Bluetooth 5-го поколения. 4G также присутствует с навигацией, GPS, глонас и китайскими спутниками. Что касается производительности, то в этот раз это 8-ядерный процессор Mediatek Helio G25 и 2 ГБ оперативной памяти. А также 32 ГБ встроенной памяти. Кстати, данный процессор вышел в этом году и данный смартфон один из первых, у кого установлен. И это действительно хорошо, так как компания Xiaomi даже в бюджетных устройствах старается ставить свежую начинку, хотя могли бы установить какой-нибудь устаревший процессор 2017 года. Да, что касается самой производительности, она еще чуть-чуть подросла на процентов 10 относительно прошлых устройств. И пользоваться в целом смартфоном приятно. Но не рассчитывайте играть в мощные игры без проблем. В целом популярные стрелялки и аркады, конечно, будут работать хорошо. Также стоит отметить, что здесь крупный экран на 6,5 дюймов разрешением HD 720 на 1600 точек. А матрица, конечно, IPS. Камера основная на 13 Мп, а фронтальная на 5. Обе снимают хорошо для данной стоимости, обходя конкурентов. Относительно прошлого и позапрошлого смартфона данной линейки изменений в камере практически нет. Все также хорошо. За автономность здесь отвечает крупный аккумулятор на 5000 мА. И за автономность точно не стоит переживать. Этого аккумулятора хватит на сегодня и даже на завтра. Если умеренно пользоваться устройством, вполне 2 дня проживет. В итоге из смартфонов до 100 долларов это лучший вариант из новинок. Сегодня в Китае он стоит 99 долларов или около 7000 рублей. Следующий смартфон у нас среднего класса Realme Q. Он стоит 160 долларов или около 12,5 тысяч рублей. Данный смартфон относится к среднему топовой категории. Он довольно недорог для своей начинки, как и все представители в данном топе. Во-первых, стоит присмотреться к его внешнему виду, а точнее покраске смартфона. Что точно выделяет его. Но опять же, если вы носите смартфон в чехле, то это не играет никакой роди для вас. Экран смартфона в меру крупный, но точно не самый. 6,3 дюйма разрешением Full HD и с матрицей IPS. На тыльной части есть, конечно, сканер отпечатков пальцев. Также на грани имеется разъем для наушников и USB Type-C. За производительность отвечает 4 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712. Так что с играми у вас проблем не возникнет. Конечно, какой-нибудь Fortnite на максималках не потянет. Но все остальное вполне. Естественные проблемы с соцсетями и YouTube у вас не будет. Все работает шустро и быстро. Камер здесь, как положено, для хороших устройств 4 штуки. Одна из них основная на целых 48 Мп от компании Sony IMX 586. Есть поддержка видео в 4К. Фронтальная камера также от компании Sony на 16 Мп. И по камерам в целом могу сказать, они достойны своей стоимости. Конечно, здесь не самая лучшая реализация. И точно не худшая. Модули все же хорошие. Как ни крути, они выдают красивую сочную картинку. По автономности здесь все обычно сегодня. Это одни сутки, работаясь спокойно. Но не больше. Аккумулятор здесь на 4000 мА. Есть поддержка также двух сим-карт и карты памяти вместо одной сим-карты. Спутники здесь имеются как GPS, так и GLONASS и европейский Galileo. Вес смартфона, кстати, при таком размере не такой большой. 184 грамма. Ну и главное, что эта цена, напомню, он стоит в Китае от 12,5 тысяч рублей или 170 долларов. Либо можно доплатить за версию на 8, 128 гигабайт, но она вам обойдется в 16 тысяч рублей. Притоповый смартфон, который посоветую в этом месяце, это Realme X55G. Его стоимость сегодня от 250 долларов или около 17 тысяч рублей. Данный смартфон почти флагман. Имеет на борту притоповый процессор с поддержкой 5G сетей. И экран смартфона крупный. Вес 202 грамма, а дисплей 6,5 дюймов. С разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев расположился на боковой кнопке. По производительности здесь все хорошо. Процессор топовый от компании Qualcomm. Это 8-ядерный Snapdragon 765G. И 6 гигабайт оперативной памяти. А также имеется 64 гигабайт встроенной памяти. В данной версии. Карты памяти не поддерживает. А игры смартфон поддерживает любые. На высоких настройках. Кстати, есть поддержка 120 Гц. Проблем с производительностью как в играх, так и в приложениях у смартфона нету. Благодаря быстрому, энергоемкому, свежему процессору. Также отмечу наличие последнего Android 10 версии. Камер здесь 4 штуки. Широкий угол, макросъемка и основная на 48 легапикселей. А также для глубины резкости. Фотографии действительно яркие и насыщенные. С высокой детализацией. Данный смартфон делает работу за вас. И фото выглядит сразу как после обработки. Даже ночью можно снимать достойные красивые снимки. Видеосъемка поддерживается до 4К. А стабилизация в видео присутствует до Full HD 60 кадров. Есть также NFC модуль, рабочий для бесконтактной оплаты в магазинах. Аккумулятор имеет 4200 мА и быструю зарядку на 30 Вт. И данного аккумулятора хватит на один день при активном использовании даже со включенным 120 Гц экраном. Зарядка смартфона быстрая на 30 Вт заряжает смартфон полностью за 1 час. Смартфон сегодня стоит в Китае всего 17,5 тысяч рублей или около 250 долларов. Ну и последний сегодня смартфон, самый топовый и дорогой, это Poco F2 Pro от компании Xiaomi. Он стоит сегодня 32 тысячи рублей или 430 долларов. Смартфон сегодня по начинке является топовым устройством, при этом можно сказать максимально недорогим. Для такой начинки данная серия смартфон от компании Xiaomi заточена под игры, как они сами сообщают. И естественно подойдет тем, кто постоянно играет. Во-первых, тут крупный экран размером 6 и 7 дюймов, AMOLED с поддержкой HDR10+. Кстати, под экраном расположился оптический сканер отпечатков пальцев. И также стоит отметить наличие инфокрасного порта и обычного разъема для наушников. За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 865 и 6 ГБ оперативной памяти. И самая быстрая основная память UFC 3.1. Памяти, кстати, в данном экземпляре 128 ГБ. Все это позволяет пользоваться смартфоном быстро, но и соответственно играть в любые игры. Также имеется и довольно крупный аккумулятор на 4700 мА, который позволяет смартфону отработать 24 часа спокойно. При просмотре видео и игр, конечно, будет время работы около 8 часов. А камера здесь имеет 4 модуля на 64, плюс 13, плюс 2, плюс 5 мегапикселей. Главный из них на 64 мегапикселя модуль от компании Sony IMX 686. Камера, как полагается, снимает очень детализированные фотографии. Цвет сочный. А фронтальная камера от компании Samsung на 20 мегапикселей. Также с детализацией проблем нет. Ну и также напомню, смартфон поддерживает 5G. Пригодится для будущего, особенно если покупаете смартфон на длительное время. Плюс данного смартфона, естественно, его стоимость относительно начинки. Плюсом также является процессор, сканер отпечатков пальцев в экране и камера. А в минусы могу только отнести одно. Это обычный экран на 60 Гц в игровом смартфоне. Обычно ожидают от игровых устройств, конечно же, большего. Но здесь компания пыталась удешевить устройство, и им это удалось. Сегодня смартфон стоит у 32 тысяч рублей или 430 долларов. Ну а на этом все. Надеюсь, вы смогли себе подобрать смартфон из данного топа. И если данное видео вам понравилось, обязательно нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И смотрите другие видео на нашем канале. Удачи всем и пока!